По первому образованию Дарья Топоркова – инженер-биотехнолог. Секцию альпинизма попала еще в институте. Много ездила по соревнованиям, на одном из них познакомилась с будущим супругом и переехала жить в Рязань. Посвятить жизнь скалолазанию решила позже. Так, сначала была секция, в которую ходили всего 10 человек. Сейчас воспитанников 50-й Дарья вместе с другими членами оформляют документы, чтобы уже Федерация альпинизма получила аккредитацию и могла рассчитывать на господдержку. Пока же главное настижение – победы воспитанников на разных соревнованиях. Мы побывали летом на Всероссийском фестивале по скалолазанию на естественном рельефе. И двое моих воспитанников заняли призовые места. Мой сын Макар занял третье место, Василиса Киселева заняла второе место. Ну и еще один мальчик, в принципе, пятое место в другой возрастной группе. Тоже хороший результат, я считаю, для него. Матвею, сыну Дарье и Александру 11 лет, он занимается этим видом спорта вместе с родителями. Поездка этим летом на Всероссийский фестиваль скалолазания в Гуамке принесла третье место среди детей 2006-2007 годов рождения. Соревнования были очень интересные, достаточно много трасс. Нужно было долезть до конца, ни разу не повиснув на веревке. Я считаю, что себя показало неплохо и параллельно с одной из самых сложных трасс. Вместе с Матвеем в соревнованиях участие принимал папа Александр, он занял третье место. Мы участвовали в одной и той же группе, то есть в группе, конечно, любителей, но было крайне интересно и весьма спортивно. Все-таки скалолазание не такой широкий вид спорта и так получается, что даже любители, в общем-то, весьма сильные. И вот мне удалось занять третье место. Мне кажется, что дети – это наше отражение. То есть они смотрят на нас. Что мы делаем, то и они. И тут даже не надо ничего им говорить. Если сам что-то делает, сам чем-то увлечен, то и дети этим увлекаются. И обратное как еще воспитывают? Только личным примером. Сейчас тренировки по скалолазанию на воздухе практически не проводятся. Спортсмены занимаются на тренажерах и в спортзалах. Идет подготовка уже к следующему сезону. Александр с сыном снова собираются на соревнования, чтобы показать лучшие результаты. Дина Ислева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».